Сотрудникам Серпуховского лифтостроительного завода наконец погасили долги по заработной плате. Произошло это даже на месяц раньше, чем планировали в правительстве Московской области. Ситуацию на предприятии, где с осени 2016 года перестали выплачивать зарплату, наши корреспонденты освещали регулярно. Может какие-то новости появятся новые? Нам нужна наша зарплата. Этим людям, брошенным без зарплаты на улицу, приходилось собираться у проходной лифтостроительного завода не один раз, чтобы получить хоть какую-нибудь информацию о ситуации на предприятии. Чиновники администрации Серпуховского района, обещавшие держать в курсе происходящего, свое слово постоянно нарушали. И только после вмешательства в непростую ситуацию лично президента и губернатора Московской области судьбой предприятия беспокоились всерьез. Большая задолженность перед его сотрудниками начала погашаться. Встреча с представителями банков и руководством Карачаровского механического завода, которые проходили в Москве, дали свои результаты. Основную часть кредиторской задолженности погасил Карачаровский механический завод в размере 4,2 миллиардов рублей. Функционирует котельная, дали свет, дали газ. Перед запуском производства обязательно наладка этого оборудования, от этого никуда не денешься, но надеюсь, все будет благополучно. В конце декабря большая часть долгов 92 и 150 миллионов рублей была выплачена. А уже через месяц на счета бывших сотрудников лифтостроительного завода были перечислены еще 60 миллионов. Таким образом, задолженность ликвидирована. Однако людей теперь беспокоит дальнейшая судьба предприятия, поскольку вместе с зарплатой они получили и уведомления об увольнении. К тому же бывшие рабочие заводы рассчитывают еще и на компенсацию по сокращению.